Хоба! Работает система. Я тут все разложил. И сегодня будем делать холостяцкие пирожки. Очень простые и очень вкусные. Сковородку я сразу включу. Пускай нагревается потихонечку. С чего мы делаем? Тут у меня много всего лежит. Хлеб. Самое главное. Сейчас я немножко подвину, чтобы меня было видно. Давно не снимал, забыл как это делается. Это у нас место теста. Потом, как я написал в заголовке, с луком, с яйцами. Это порубленные яйца с лучком. Уже готовые. Я не стал время тратить ваши, чтобы показывать, как это делается. Вот. Постное масло. Обычное тут. Вот. И... Ну, остальное я просто по ходу пьесы буду показывать, как это делается. Значит, смотрите. Самое главное. Вот мы берем неглубокую тарелочку. Неглубокую. И наливаем туда чуть-чуть водички. Вот я тут взял стопочку. Чуть-чуть буквально. Сейчас я это уберу. Чуть-чуть буквально наливаем водички. Так, чтобы вот дно покрыло, да. И кладем туда... А как раз рюмочка получилась. Вот эта стопочка, да. Вот. И кладем туда вот эту булочку. Вот этот хлеб. Хлеб белый. Уже порезанный. Вот. И немножко, значит, обмакиваем туда-сюда. Так. Раз-раз-раз. Переворачиваем. И сюда наливаем еще одну такую же стопочку с другой стороны. Чтобы промокла тоже. Вот сюда прям. Опа. Вот так. Сейчас она напитается. И вот у нас получилась заготовка нашего пирожка. Понятное дело, да? Значит, что дальше? Берем большой ножик. Хороший. И обратной стороной. Не вот этой вот, которая режет, да. А обратной стороной, вот где-то пополам, делаем такое вот, ну, углубление, что ли. Главное, не разрезать ее. Так. Теперь на одну из сторон кладем вот эту начинку. Вот так вот. Раз. Ложечку положили. Ну, можно еще чуть-чуть добавить. Красота. Так. И вот с этой стороны закрываем, 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 закрываем. Опа. Вот так у нас получился. Ну, можно корочку обрезать, можно не обрезать. Значит, забыл я масло постное налить. Ну, сейчас налью. Терьем, терьем. Я маслица побольше лью. Оно так посочнее, порумянее получается. Вот. И теперь ее сюда кладем. Опа. И пускай жарится. Со второй точно так же. Рюмочку. Хоба. Кладем. Оп. У нас лук прицепился здесь. Кладем. Пять метров закрою, да? Кладем вот так вот. Ее хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Переворачиваем. Сюда доливаем еще одну рюмочку. Чтобы с этой стороны она тоже вся размякла. Вот. Теперь ножичком опять аккуратненько ее просто обозначиваем. Раз. Кладем начинку. Лук с яйцами. Просто яйца вкрутую и лучок. Опять вот так вот переворачиваем, закрываем. Оп. Примяли. И кладем второй. Ну, кто-то, кто умеет хорошо готовить и знает рецепты, может сказать, что это сильно похоже на панини, итальянские бутерброды. Похоже. Также похоже на гренки. Я гренки уже показывал, как делаются там и оладушки и много всего прочего. Так, сейчас я возьму одну штучку важную. Вот эту вот штучку. И вот она у нас сейчас жарится потихонечку. Как поджарится, мы ее перевернем. Это классический рецепт. Я лук с яйцами взял, во-первых, красиво. Вот. А во-вторых, ну уж, если написал с луком с яйцами, но не Робин Гуд, значит, нужно показывать именно то, что обозначил. Вот. Но, в принципе, есть масса вариантов самых разнообразных. Так, сейчас посмотрим, и я про варианты поговорю тоже. Нет, еще рановато. Значит, какие варианты? Вот видите, у меня яблочки, да, здесь порезанные уже. Можно вместо вот этого лука с яйцами положить яблочки, добавить туда или ванилин, у меня тут вот ванильный сахар, или корицы. И то же самое. Складываешь, и получается, ну, пирожок, не пирожок, но вкусно. Вот. Я уж так назвал. Потом, что еще можно? Ну, конечно, можно колбасу, конечно, можно сыр, конечно, можно... Сейчас у меня где-то на клочке папиросной коробки здесь написано. Можно консервы какие-то положить. Ну, вот для пирожков какие начинки бывают, вот то же самое. Сюда и кладетесь. Яблоками, я сказал. Можно вообще кашу сюда положить. Ну, это, наверное, не очень вкусно. Вот. Что еще? А! Вот вместо воды, да, можно использовать, ну, я не знаю, рассол какой-то капустный. Тоже другой аромат. Понимаете? Ну-ка, что тут у нас получилось? Надо посильнее сделать. Нет, пока еще. Давай, давай, жарься. Вот такие пирожки, как говорится. Как говорится. Я маслица сюда побольше кладу, чтобы оно обжарилось лучше. Вот. А пони не вообще делают итальянские, не в масле, просто на решетке обжаривают и все. Как угодно, короче. Смысл вот именно в том, что нам для наших холостяцких пирожков тесто не нужно совсем. Вместо теста мы используем готовые готовые хлебцы. Ну-ка, что там у нас? Ну, более-менее подрумянилось. Сейчас попробуем мы все это дело перевернуть, как в том анекдоте. Сейчас мы со всем этим будем взлетать. Так, они что, залепили, что ли? Ну, ребята, мы так не договаривались. Опа! Вот! Уже поинтереснее, правда? Опа! Ну, вообще красота! Ну, вот как-то так. Попробуйте. Делается быстро. Хлеб берется любой. В крайнем случае черный. Ну, черным, наверное, не так будет вкусно, не так красиво. Вот такие квадратно-подолговатые пирожки у нас получились. И через некоторое время их можно уже кушать. Ну, наверное, все на этом. Что я это все расставил? А! Ну, это перечница. Ну, можно сюда еще перчик досыпать, да? подсолить. Я уже подсолил, но просто, вот если у вас вообще нет ничего, можете посолить просто, как говорится, и туда кусочек колбасы положить. Ну, что-то так. Фантазируйте, изобретайте. все, что в доме есть, можно с этим съесть. Вот так. Главное, положить между двумя кусочками. Вот. И вот так вот обжаривать. Ну, все, наверное, да. Еще, что я хотел сказать. Я не пробовал, но можно попробовать. можно делать, допустим, не на сковороде, а где-то в духовке, да? Вот. Ну, в общем, все, что это у меня птичка чирикает, 11 часов обозначает. Не прилипло, нет, не прилипло. Ну, в общем, как-то так. Смотрите, любуйтесь, пробуйте делать. По-моему, неплохо получается. Видите, какая красота. И на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Приятного аппетита. С вами был доктор Влад.